Всем здравствуйте, Сергей канал Домовенок. В прошлом году у меня был видеоролик техобслуживания Рейсмуса Макита 2012 НБ, где я допустил небольшую ошибку. Сегодня хочу исправить, поэтому сегодняшнее видео отчасти для тех, кто имеет этот станок. И, скорее всего, при его разборке, допустим, при техобслуживании, вы столкнетесь с такой проблемой, как правильная установка пружин под протяжные ролики. Их там имеется четыре пружины и они разные. Две потоньше и две потолще, то есть на двух усилия сжатия немного выше. И скорее всего, разобрав, вы не обратите внимание, где они стояли, как правильно стояли. И при сборке вы уже будете действовать, либо по своему принципу, как я пошел, установил две жесткие пружины на приемный ролик, и хотя это неправильно, но сколько-то я уже отрисмусовал на нем, практически это не сильно влияет, но все же нужно собрать правильно. Для монтажа и демонтажа вот этих роликов вам понадобятся два бруска, одинаковые по ширине, но приблизительно. Возможно, они будут больше. Размер нужен такой, чтобы он проходил через стол рейсмуса. Откручиваем боковые крышки, они тут на двух винтах, левую и правую. Пружины находятся вот здесь, и для удобства их откручивания вот эту вот косую планку лучше снять. И также для снятия вот этих роликов, чтобы достать пружины, вам понадобится шестигранчик на 4. С обратной стороны вы тоже снимаете вот эту распорную планку, вам нужно снять цепь, открутив звездочки. И у вас получается свободный доступ к снятию протяжных валов. Сняв шестеренки, цепь берем наши два бруска, один под левую сторону, другой под правую, и опускаем зерна бруски, чтобы вот эти наши протяжные ролики, легли на бруски, и это подобрет пружины, и нам будет легко снимать. Открутил 8 вот таких винтов, снимаете вот эти крепежные пластины с привода. Да, они... Ну, не перепутаете тут никак. Где привод роликов? Здесь такой же лобок, с обратной стороны она вот уже сюда не встанет. И всё, поднимаете пильный узел, и у вас снимаются и пружины вместе с роликами. Даже до конца, наверное, не надо их. Ну, и вот о чём я говорил. Одна короткая и более толстая, она с более сильным усилием сжатия, и вот эта потоньше, но более длинная. Итак, вот эти короткие, которые толстые в диаметре, они ставятся со стороны звёздочек. Почему? Потому что с обратной стороны наши концы валов в свободном положении, а здесь присутствуют звёздочки, то есть на валах две ведомые и одна ведущая от редуктора двигателя, и, соответственно, она создаёт инерцию. Цепная передача это не ременная, она такая более жёсткая, и поэтому, допустим, когда под какое-то звено цепи попадает, ну, допустим, стружка, так как ведущая шестерня находится выше ведомых, она, соответственно, их будет по инерции как бы создавать большее усилие, прижимать как бы к верху, потому что она сверху. Вот за счёт более мощных пружин эти колебания будут минимизироваться, и, соответственно, вот эти рывки будут гораздо меньше. Это не я придумал, это придумал производитель. В старых моделях вместо вот этих толстых пружин стояли две, то есть одна вставлена в другую, и ставились они также со стороны привода роликов, поэтому не перепутайте. Ну, сейчас я всё это дело устанавливаю правильно и собираю. Сборку, разборку я особо показывать не буду, у меня на эту тему есть отдельное видео, где, кстати, я неправильно собрал эти пружины, но сегодня я исправился. Ну и бонусом задал мне один подписчик такой вопрос, приобрёл рейсмус, одна сторона строгает больше, чем другая. Вот они шпильки подъёма, опускания высоты пильного узла. Вот здесь находятся гайки, вот они законтрогаяны. С одной стороны вот такая, и с другой стороны такая. Расконтрогаиваете гайку и регулируете какую-либо одну сторону, соответственно, промеряя сам пильный узел, чтобы от стола он был на одинаковой высоте. Ну, разобраться, я думаю, тут не сложно. То есть проблема вот в этом. Регулируете, хотя завод-изготовитель, как правило, должны были на заводе всё это выставить, но, видать, неответственно подошли. Друзья, на сегодня я буду заканчивать. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!